ДИКИЕ ДОМАШНИЕ ДИКИЕ ДОМАШНИЕ ДИКИЕ ДОМАШНИЕ ДИКИЕ ДОМАШНИЕ Привет! Привет, моя Помелочка. Ее зовут Помела. Вот. Она очень красивая, потрясающе мягкая кошечка. Дорогая. Ты же звезда, ты же прирожденная красотка. ДИКИЕ ДОМАШНИЕ Она со мной спит, она ходит, она со всеми здоровается, она всех целует. Она никогда когти не выпускает ни на кого. Тем более, я думаю, что когтей у нее нет. Ты же ей, наверное, делаешь маникюр. Да, мы делаем маникюрчик. Мы не только делаем маникюр и педикюр, мы еще и делаем модную стрижку. Да что ты. Да, мы делаем, я делаю стрижечку, оставляю только холочку, лапки и хвостик. У меня получается такой тигренок. И можно с ней спать, обнимать и целовать. И вот на носу не будет никогда такого пуха, как сейчас. Киска очень красивая. Расскажи, тебе ее подари, или ты ее купила, или ты ее, может быть, нашла на улице. Нет, я приехала сама покупать, выбирать. Я ее выбирала, приехала. Там было много котята, были персиковые, были такие котята окраса серенького. Это самый распространенный, кстати, окрас для шорландской веслоухой, дымчатый. Вот. А у тебя такая редкая достаточно киста. Да, я приехала, и там была одна рыжая кошка, все остальные серые и персиковые. Им по два с половиной месяца было, и все маленькие, такие какие-то толстенькие, какие-то неопрятные, ну, котята. Скажи, она у тебя с родословной, да, с паспортом? Да, у нее с родословной. А ты можешь показать нам паспорт? Да, пожалуйста. Пожалуйста, давай. Скажи, а почему ты остановила свой выбор именно на веслоухой? А мне очень нравятся веслоухи, мне кажется, они очень необычные, когда у них нет ушек, они такие какие-то милые. Милые, да. Да, 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 они более нежные. Я тоже, когда вижу обычную кошку, мне кажется, какая же она ушастая. Причем родословно ее зовут Бьянка Милки Уэй. Вот, и я как бы, ну, мне показалось, что Бьянка, ну, вообще не идет. Вот помело, это все-таки как-то ее. Ее. Ее прям, да. На самом деле, имя было дано не от помело Андерсон, а я просто очень люблю такой фрукт из помело. Вот, я себе кушала его, как раз только ее купила, купила себе помело и вот помелку как раз. Думала, как же назвать, как же назвать. А у меня друзья, я еще маленькая, ну, когда была помладше, когда вот года три назад, вот, я была немножко такая, побольше меня было. И вот тут везде побольше было, естественно. Грузочки были побольше чуть-чуть. И меня называли, меня называли помелой. И мне тут звонит друг и говорит, ну, что помело, ну, что помело, что ты делаешь? Я такая, да не поверишь, сижу, ем помелу, не знаю, как назвать кошку, а вот теперь уже знаю, она будет помелой. Здорово. Вот и все, и вот так вот я называла свою кошечку. Я причем люблю, когда у нее есть все, чтобы она подходила, когда она хочет и кушает, а не так, чтобы ограничивать ее в еде. Тем более, я очень хочу, чтобы она поправилась чуть-чуть. И вот ее кормлю прям на убой. У нее сухой корм, мокрый корм и водичка. Вот тут она спит, ну, не всегда. Только когда, видимо, что-нибудь отборит, она сюда уходит. Отточит ноготочки, да? Отточит ноготочки, да. Я ее пускаю на кровать, вот, когда она не лезет, и когда ее подстригу, и она просто всегда со мной спит. На еда, как бы, я, когда она сильно лезет. Скажи, а ты оставляешь ее дома одну, когда уезжаешь на гастроли, и ты отдаешь ее родителям? Нет, она здесь, а приезжает. Самостоятельно, в общем, остается одна дома. Да, если это ненадолго, то как бы она остается одна, и просто побольше наливаю водички, побольше оставляю корма, и она спокойно здесь обитает, и вообще не волнуется, мне кажется, даже там, где ее мамочка находится. Ах, какая замечательная, чудесная дырочка! Когда я жила в детстве в деревне, у меня тоже жило много кошек, но мы вырезали тогда дырочки вот тут вот, в дверце, а тут, оказывается, уже есть специальное отверстие. Она тебя встречает, кстати, когда ты возвращаешься, допустим, домой, она подбегает сюда, щурится, да? Щурится, такая встанет, такая поднимется на своей лапке, вот эти подожмот, и такая щурится, щурится вот так вот. Да, да, да. Идет ко мне, идет. Дорогие друзья, мы очень любим вас, а вы любите животных, и будьте с нами на Раша Ру, специально для вас Юлиана, группа Блестящая. И Ирина Ортман. Пока, пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»!